А вы знаете, что Россия находится на 29-м месте по уровню образования, на 49-м месте в мире по уровню жизни и на аж 70-м месте по уровню счастья? Если мы такие умные, то почему мы такие бедные и грустные, а? Сегодня у меня для вас есть 8 тезисов из разряда база про деньги, и есть у меня ощущение, что если бы чему-то подобному учили в школе, то мы были бы с вами гораздо богаче и счастливее, а еще гораздо реже бы попадались на уловки всяких мошенников и аферистов. И здравствуйте, дамы, здравствуйте, господа. Вы в клубе «Денег достаточно», клуб любителей денег и свободы. Я Артем Галухин, и если вы хотите устроиться в этой жизни без сверхсамонасилия и вибраций со вселенной, то вы попали по адресу. А если вы настроены прям совсем решительно, то предлагаю еще и перейти по бусти по ссылке в описании и подключиться к нашему клубу и смотреть еще больше контента. Вот задумайтесь. Скорее всего, вы работаете примерно 40 часов в неделю плюс-минус и зарабатываете какое-то X количество денег. Но интересно, что где-то есть человек, который зарабатывает столько же денег, но работает меньше на той же работе, либо работает столько же, сколько и вы, но зарабатывает несколько X денег. Притом он не обладает какими-то навыками отличными от ваших, то есть он пользуется все теми же самыми навыками, которые пользуетесь вы, ну и работает, по сути, на такой же профессии. Интересно, да? Ну и тут встает два закономерных вопроса. Один крик души, почему она не я, да? А второй, а как мне-то сделать так же? Мне доводилось кратно увеличивать свой доход, как и мне доводилось зарабатывать за месяц свою когда-то годовую зарплату. Поэтому я знаю, о чем тут в целом говорю. Так вот, никаких гарантий, прям вот гарантированных способов пойти и так жить, наверное, нет. Ни у меня для вас, ни у кого для вас их нет. Но тем не менее, есть некоторые вещи, которые способны приблизить вас к такому уровню жизни. То есть, либо увеличить ваш доход на текущей работе, ну либо на текущей профессии, либо перейти на другую работу, которая больше... Да иногда до этого достаточно знать какие-то просто вещи. И вот сегодня у меня для вас как раз есть 8 таких мыслей. Я их мог бы набрать больше, но видео тогда бы получилось слишком большим. Но вот эти базовые 8, я думаю, для начала хорошо зайдут, чтобы вам было о чем в том числе поразмышлять. И если готовы, то давайте начинать. И начнем мы с, на мой взгляд, наверное, самой большой проблемы. Я даже не уверен, что можно назвать финансовой грамотностью, но назовем большая проблема с финансовой грамотностью на сегодня. И это вера в чудеса. Если вдруг вы еще верите в магию и в чудеса, то возьмите всю ту часть мозга, где сидит вот эта вот вера в чудо, вера в выигрыш там в каких-то ставках на спорт, вера в пассивные инвестиции, в золотую рыбку, в карты желаний. И возьмите это, изолируйте и лучше спрячься подальше, а в идеале совсем выкиньте. Потому что чудо это не то, на что стоит полагаться в этой жизни, если вы хотите быть хоть сколько-то финансово успешным. Да, я тоже смотрел фильм «Секрет». Да, я тоже читал книжки типа Наполеона Хилла, и там, заканчивая лекциям бизнес-молодости, я их тоже слушал. И я знаком со всякими шизотерическими течениями, с разным градусом шизоидности. И вот все это чушь. Да, там есть здравое зерно, но не в том количестве, в котором этот контент люди потребляют. Это шизофрения. На мой взгляд, главный вред от подобной движухи как раз заключается в том, что люди начинают думать, что есть каких-то две альтернативы. Вот одна, если ты знаешь секретный секрет и способен просто поверить в чудо, и оно случится, да, а на другой руке у тебя типа хать, там что-то работать, пятидневка, на дядю, на бизнес, там, вот это вот все. Ну и, собственно, люди, которые вам вот это вот предлагают, да, типа обманочку, они на этом и играют. Они рассказывают, что ты как лох работаешь там от зарплаты до обеда. Если не веришь в чудо, в такую ловушку попасться гораздо сложнее. В общем, тут, думаю, все предельно понятно, да. Выкидываем из головы все эти сказки и веру в чудеса, начинаем рационально анализировать все, что вокруг происходит, складывая собственные осуждения, основываясь на какой-то информации, а не просто там на эмоциях. Ну и жизнь уже станет проще. Важно понимать, какова сейчас ситуация с обучением финансовой грамотности. А ситуация, это, к сожалению, печальная. Очень часто ей учат люди, которые в лучшем случае, если у них есть деньги, то они их как раз и заработали на том, что продают, собственно, свои курсы финансовой грамотности. А значит, ну, чему, собственно, они могут научить-то? Меня вот одно время очень сильно доставала реклама, сами знаете кого, да, про пробитие потолка в 500 тысяч к в месяц, что-то там в ВКонтакте постоянно, она вылезала. Не знаю, то ли я меньше стал сидеть ВКонтакте, то ли этого, сами знаете, кого посадили, поэтому рекламы стало меньше. Но фишка в том, что по статистике, этот вот потолок в 500 к пробивают меньше, чем полпроцента жителей России. А это значит, что, ну, сколько у него там человек прошло, очень сильно я сомневаюсь, что если убрать из этого полпроцента там топ-политиков, всяких бизнесменов, каких-то сверхзнаменитых там чуваков, ну, и программистов топовых, наверное, то кто-то еще из тех, кто покупал курсы у этого товарища, попадает в эту стату. Могу сказать даже больше. По собственному опыту и по тому, ну, что я знаю, как бы, и кого я видел, с кем общался, даже в бизнесе пробить этот потолок, это пипец как сложно. Мне, на самом деле, гораздо проще было пойти и отучиться на программиста, чтобы этот потолок пробить условно, и то, как бы, работая не в России, я уже за доллары работал и на арабскую страну, чтобы такую зарплату, и даже и то не такую, а чуть-чуть меньше, но там с бонусами можно посчитать такую, получал. Что уж говорить о том, ну, типа, чему может научить этот человек на курсах, чтобы такое вот пойти и сделать среднестатистическому работяге. Всю финансовую грамотность, которой можно было бы обучать, да, там свой курс посвятить, можно, на самом деле, уместить в одно предложение. Ну, вернее, всю финансовую грамотность до того момента, пока у вас, если такое будет, не станет денег так много, что вам их некуда будет девать. Ну, то есть, у вас там встанет уже вопрос, куда их инвестировать, а вот это отдельная тема, да, для разговоров. До этого момента вся финансовая грамотность это больше зарабатывать и разумно тратить. Все. Конечно, сейчас по рынку очень много появилось курсов, где учат, как правильно инвестировать, какие там акции покупать, как вкладывать в недвижку, да, там в ипотеку, не в ипотеку. Но тут есть две проблемы, да. Первая это, чтобы вам это туда вкладывать что-то, надо, чтобы это что-то было. И так не у всех это есть. И тут стоит понимать, да, с каких сумм надо в это заходить. Другой вопрос, ну, тоже, насколько честно они о том учат, потому что, ну, даже с той же недвижкой ситуация очень неоднозначная на самом деле. И это все мы тоже обязательно будем разбирать в ближайших там видео где-то, потому что инвестирование, ну, на мой взгляд, это очень большая скамина, и для большинства людей, для, там, 90, не знаю, процентов, это все заканчивается не то чтобы с большим профитом. Так что, если резюмировать этот пункт, то обучение финансовой грамотности большой доли вероятности вам не нужно, так как, ну, и даже если нужно, вы его маловероятно, что найдете правильное для вас подходящее, потому что, с одной стороны, те, кто обучают, это чаще всего какие-то мошенники, и они обучают просто пересказывая какие-то там базовые книги, а с другой стороны, часто обучают решать те проблемы, которых условных богатых только есть. Ну, то есть, это вообще не ваши проблемы, и вам их решать-то и не нужно. Ну, либо там есть ребята, которые, собственно, обещают чудесное обогащение на каких-то схемах мутных, прикольных всяких фишечках, зная какие-то секретные там скидки в магазинах, я слышал и такое. Но, смотрите, пункт один, чуда не будет. Надеюсь, что мы с вами уже на этом сошлись хотя бы. Ну и раз упомянули в суе инвестиции, давайте-ка по ним тоже и пробежимся. И если вы думаете, что я сейчас начну рассказывать про сложные проценты, всякую вот эту тему, про пенсию в 35, может быть, то нет, не об этом я хотел поговорить. Мое мнение, что стоит вообще напрочь забыть про любые инвестиции в любом формате, если вы живете от зарплаты до зарплаты, а то вам еще и не хватает денег. Это такой, понимаете, жизненный этап, в котором не на этом, в общем, надо сосредотачивать свои усилия, не надо даже тратить силы на то, чтобы пытаться разобраться в каких-то акциях, там, стоках, фондах и тому подобном. На этом этапе жизни главное пойти и найти, где заработать больше денег. Если же вдруг денег вам уже хватает и даже что-то еще остается, то тоже не стоит спешить, бежать и их куда-то вкладывать. Практика показывает, если задним числом посмотреть всякие там графики движения всего и вся, то гораздо выгоднее было бы просто складывать деньги в доллары местами, чем вкладывать их куда-то там в квартиры, даже в некоторые и в большинство, наверное. Поэтому, если есть деньги и есть они свободные, то стоит накопить в наличке, например, подушку для начала на полгода, на год, насколько получится. Ну и желательно сделать это в твердой валюте, понятно, не в рубле, который с инфляцией сейчас, ну еще разгонится она стопудово, так что лучше складывать в доллары, в евро, в чем-то хранить сейчас можно. Ну а если же у вас прям огромной кучи денег и вам их уже складывать некуда, подушки у вас уже везде отложены, то, скорее всего, вы гораздо лучше меня знаете все про инвестиции, все уже у вас где нужно лежит, как бы, и сидит себе увеличивается. И это не последние деньги, и если вы их потеряете условно, ну, во-первых, вы диверсифицируете и раскололи их по разным местам, во-вторых, даже если вы их потеряете, вы не окажетесь на улице. Резюмируем, пока у вас нет лишних денег, даже задумываться об инвестициях смысла не имеет. Гораздо лучше будет обратиться к главному правилу финансовой грамотности из пункта 2, зарабатывать больше, расходовать разумнее. Если вдруг вам говорят, что есть какая-то, верняк, схема для заработка, и только тебя-то там и ждут с твоими деньгами, то тоже с камина, как бы, проходите мимо, не надо на такое вестись. Да и даже если про инвестиции вам рассказывают в ключе, типа, инвестируй в свою голову, иди, купи курсы там на какой-нибудь, все знаете, эти миллиард платформ, то спешу вам сообщить, что даже быть программистом, это, во-первых, нифига не легкие деньги, как человек, который работал программистом последние там 4-5 лет, могу вам уверенно это сказать, а во-вторых, им еще и стать надо, а еще и на работу надо попасть, пройдя конкуренцию. Так что смотрите пункт 1, чудо здесь тоже не будет, и это не чудная возможность какая-то. Еще один важный момент, который вроде бы лежит на поверхности, но им довольно часто пренебрегают, это выбор ниши. Каждый раз, когда кто-то хочет себя найти в каком-то призвании, выбрать профессию по жизни, работу, человек очень часто не утруждает себя даже подумать, а есть ли в этой нише деньги, провести какой-то базовый ресерч и понять, можно ли там вообще заработать. Одно время я прям плотненько увлекался рыбалкой, смотрел всякие видео на ютюбе, где чуваки учат как правильно ловить, какие снасти использовать, как там вязать узелочек правильно, чтобы, да, там у тебя червячок под каким-то нужным углом куда-то падал. Но потом помню в одном видео забавно мужик рассказывал, что есть основная проблема рыбака. И знаете какая это проблема? Ловить там, где нет рыбы. Очень четко я на себе это прочувствовал, когда, ну, я сам жил под Питером и гонял там по всем озерам окружающим, пытаясь что-либо выловить. И когда я приехал на озеро, там где-то в Краснодарском крае, где реально была рыба, ее там ловить скучно. Ты закидываешь, достаешь, закидываешь, достаешь. И для этого не надо никаких сверхизысков каких-то приколов с рыбой. Также точно пытаться стать успешным, заработать много денег и жить припеваючи, работая в какой-то нише, где денег тупо нет, ну, или на какой-то профессии, где там выше какого-то потолка довольно низкого ты не прыгнешь. Ну, это тоже довольно такое наивное занятие. Сюда же можно добавить такую ошибку, наверное, восприятия, когда люди романтизируют чрезмерно вот этот выбор работы для души. Во-первых, для души можно заниматься чем-то и в качестве увлечения, и, скорее всего, у любого человека, в принципе, плюс-минус больше одного какого-то увлечения, ну, или желания чем-то заниматься, да, не обязательно, ты делаешь сразу своей работой. А во-вторых, любая работа, открою тайну, она рано или поздно станет какой-то рутиной, и вряд ли вы от нее будете получать прям столько для души эмоций, сколько в самом начале, даже когда ее романтизировали. А вот переучиться и перепрыгнуть может быть гораздо сложнее. И сюда же можно еще добавить странные движения, когда люди поступают в институт, ладно, еще парни, типа, чтобы от армии там откосить, но девушки, да, ну просто, я знаю, кучу людей, кто рандомно пошел в универ, в какой поступил, типа, прошли по баллам, но зачем? На рандомную профессию, по которой они не смогут работать или не будут работать. Вон, на филологов сколько народу выучилось, я вообще не понимаю, что эти люди делают, ну, типа, с их дипломом. Учителем они могут работать русского языка, ну, типа, чем еще-то. Так что здесь я вас призываю задуматься о том, что вам вообще по жизни интересно. Если вам кажется, что вот вам душа располагает вот заниматься, там, я не знаю, спасением котят, то можно этим заниматься в качестве хобби, а зарабатывать где-то в другом месте. Хотя я не знаю, ну, типа, наверное, на помощи котятам можно нынче и заработать. Вот, вот. В любом случае, прежде чем кидаться куда-то с головой, проведите ресерч, исследуйте, ну, хотя бы на Headhunter зайдите, посмотрите по профессиям, сколько кому платят и вообще, насколько востребованы такие специалисты. Вот. И это же, кстати, касается и бизнеса, когда люди выбирают какую-нибудь довольно странную нишу, в которой, типа, им и не продать ничего, и даже если что-то они там продадут, не особо-то они с этого и заработают. Ну, и да, если вдруг вы уже попали в такую ловушку, то есть попали в какую-то нишу, где денег нет, как вы не стараетесь их заработать, главное помнить, что никогда не поздно попробовать что-то новое. Все мы через это проходили, и более того, чем дальше, тем жизнь становится быстрее, мир все чаще меняется, и часть профессий просто отвалятся скоро, и поэтому навык смены работы, он будет очень полезен, если вы им овладеете. Думаю, тут понятно, что эта тема довольно обширная, и обязательно мы ее разберем в каком-нибудь отдельном видео, и даже отдельные аспекты из этой темы будем разбирать, а пока давайте пойдем дальше. И тут давайте перейдем к одному из моих любимых пациентов, это пассивный доход. Пассивный доход, видимо, для пассивных людей, и пассивные гуру, пусть других пассивов учат, как получать, лежа на диване лежать, и ждать, пока деньги сами к ним приплывут, а мы с вами давайте будем активными, и будем проявлять инициативу, и пойдем заберем эти деньги у тех, кто лежит, собственно, и ждет, когда они к ним приплывут. Но если отбросить частично шутки в сторону, почему же я вообще против того, чтобы увлекаться вот этим пассивным доходом? Ну, начнем с того, что я не видел ни одного варианта нормального, адекватного, пассивного дохода до сих пор. Даже если какие-нибудь там, да я даже не знаю, если раньше можно было типа создавать сайты, на них размещать рекламу, и там какие-то ссылки покупать, то это, во-первых, нифига не пассивный доход, а во-вторых, это сейчас уже давно так не работает. Если рассматривать с точки зрения пассивного дохода покупку квартиры, например, то сдача ее в аренду, это, ну, тоже не то, чтобы пассивный доход. А инвестиции всякие, так там же риски есть. Ну, типа, это, во-первых, не просто так пошел и инвестировал, во-вторых, половина там с камина, большая часть даже, а в-третьих, а в чем пассивность-то? Во-вторых, как я это вижу, в самом даже термине пассивного дохода есть некоторая замануха. Вот это вот пассивно, типа, ты ничего не делай, а деньги к тебе придут. Задумайтесь, да, у нас тут был, напомню, пунктик один про то, что в чудо верить не надо. В мире, где некоторые эти деньги выгрызают, вот идут прям, выгрызают, чтобы выжить, откуда в этом мире возьмется такая тема, что кто-то просто может что-то там просечь, в интернете посмотреть видео, да, которое сотни тысяч человек посмотрели, и пойти оттуда пассивно себе деньги начать получать. Ну, я не знаю. Если вдруг вы знаете прям верняк пассивную схему для пассивного дохода, и это какая-то не сильно секретная схема, а не ваша там инсайдерская разработка, напишите плюс в комменты, я хоть почитаю, может, тоже разбогатею. Это, знаете, еще из этого же разряда есть такая тема про, ее любят очень инфо-цыгане от бизнеса, про выйти из операционки. Вот здесь, мне кажется, такой же прикол, что если у тебя не супер там огромный бизнес с советом директоров, ну, прям серьезная, в общем, система, к которой ты уже вряд ли пойдешь каким-то этим коучам там из бизнес-молодости, то выйти из операционки это гарантированно потерять свой бизнес, потому что если ты наймешь какого-то наемного, ну, во-первых, нанять директора, это, я даже не знаю, мне кажется, это очень сложно. Я одно время искал просто компаньонов, помню по объявлениям, ну, там, строительный бизнес, и встречался с очень разными людьми. И я вам так скажу, что там, во-первых, желающих, наверное, не так будет много, и, в принципе, из кого выбрать, да, а из тех, с кем вы потом начнете встречаться, вы офигеете, насколько сложно найти того, кому нужно было бы доверить там ваш бизнес, условно. Вот, так смысл в том, что даже если вы найдете, велика вероятность, что человек просто однажды поймет, что на нем завязан весь ваш бизнес, он же имеет контроль над всеми вашими сотрудниками больше, чем вы. И вопрос здесь в том, а зачем вы ему нужны в этой схеме, если, например, у вас нет каких-то лишних отношений с заказчиком. Вот, собственно, и весь выход из операционки. Так что, резюмируя этот пункт, я советую забыть про все пассивное и, как бы, быть более активным человеком по жизни, стараться более активным способом зарабатывать деньги. Так, пунктик номер 6. Форматы заработка денег. Что тут важно знать? Ну, во-первых, я говорю не о серой зарплате, белой зарплате, там, в конверте или полу в конверте. Я скорее говорю про то, что есть обычная работа по найму, есть фриланс, а есть бизнес. И тут, да, очень важно понимать, чем они вообще друг от друга отличаются и какой из этих форматов для вас ближе больше всего подходит. Забавно, конечно, что у нас столько разговоров, все, что иди доделай свой бизнес, как бы, как будто бы это гарантированный рецепт какой-то к успеху. Хотя большую часть бизнесменов, которых знаю, они зарабатывали, наверное, еще и меньше, чем некоторые их сотрудники, и не то, чтобы какого-то там сильного успеха добились, даже за годы на это потраченные. Но если вдруг вас понесло в бизнес, то здесь тоже открывается целый пласт информации о том, что такое П, что такое ООО, чем они отличаются там. Очень-очень много деталей, которые надо бы по-хорошему понимать до того, как ты туда окунешься, потому что в противном случае ты рискуешь прилипнуть на деньги и может даже и сесть где-нибудь, если вдруг номиналом потянуло куда-то устроиться. Если же вы выбираете путь наемного работника, то здесь тоже есть чему поучиться на самом деле, потому что вы можете устраивать карьеру, как-то повышение просить, искать новые ниши, новые работы, понимать, куда можно развиваться в вашей нише, в вашей профессии. Да, элементарная работа поменять, это целый навык, это как найти правильную компанию, куда устроиться, на что смотреть, как составить резюмы. В общем, тоже есть много, чему стоило бы учиться. А если вы решили работать фрилансером, то здесь такой прям микс получается, частично вы как предприниматель сами чтите заказы, частично как работник наемный, только сами на себя работающий, еще их и выполняйте. Ну, я к тому, что все это было бы прикольно, конечно, преподавать в школе, и если бы нас этому учили, наверное, мы бы более эффективно устраивались в жизни, но понятно, что в школе не сильно кому и надо было, по крайней мере, раньше вам это вообще преподавать. Советского Союза, я думаю, там главная задача была винтик на завод выпустить. Ну, вас с другой стороны и проводили за ручку, сейчас никто за ручку не поведет, сейчас все на ваших плечах, так что учитесь, учитесь и выбирайте разумно, в каком формате вы хотите работать. Ладно, за работу! Пункт номер семь. Не в деньгах счастья. Вроде бы, да, чему тут учить вообще, что это такое? И наверняка вы даже слышали, это уже много раз, и чаще всего в таком контексте, что деньги, типа, делают людей злыми, они богатые все плохие, бедные они вот хорошие, такие духовные. Ну, если, кстати, у вас вдруг такое убеждение в голове, то угоните его прочь. Я не видел никакой корреляции с разными людьми, общался разный уровень богатства, и не могу сказать, что бедные это обязательно хорошие, как и богатые обязательно плохие. Что же я хочу скорее тут сказать этим пунктом, то что не в деньгах счастья, значит, что, да, типа, если вы их очень-очень много заработаете, пожертвуете на это всю жизнь, там, ну, велика вероятность, что если вы где-то пошли не по той дорожке и что-то неправильно выбрали, что, ну, все равно вы останетесь не счастливым человеком. Деньги не делают вас автоматически счастливым. Точно так же, как и быть нищим, там, не знаю, валяться под забором, ну, и жить на улице, тоже очень вряд ли, типа, человек от этого автоматически станет счастливым. Хотя у него денег и нет, да? Но я скорее говорю о том, что соблюдение баланса между заработком денег и, там, наличием свободы, наличием времени, чтобы их потратить, там, какими-то решениями, которые приняты, сделками с дьяволом, да, там, приняли вы их или не приняли. Целая совокупность факторов может сделать вас счастливым. Не только далеко деньги, но денег должно быть достаточно, и это и есть главная концепция нашего канала в том, что денег должно быть достаточно, денег достаточно для решения большинства проблем. Ну, реально. Многие проблемы решаются, если у тебя есть деньги. Но денег недостаточно для счастья. Но достаточное количество денег ближе вас к счастью подводят. Ну, и пунктик номер восемь, который, к сожалению, не то, что не преподают в школе, а скорее даже делают наоборот. В общем, пунктик о том, что нужно постоянно учиться, учиться и учиться. Говоря, что делать наоборот, я имею в виду, что часто в школах отбивают желание учиться. Вот эта вот тема про самый умный, не самый умный, там, типа, я думаю, вы не хуже меня понимаете, о чем идет речь. Ну, либо, как минимум, часто просто даже не учат учиться. Учат чему-то? Послушал что-то, почитал дома, написал задание, пошел, рассказал, ну, и забыл, типа, оценку получил. То есть, ради оценки все это делается, хотя в жизни ничего ради оценки-то и не делается. Ты типа, интересно, да, когда ты вырастаешь и попадаешь в реальный мир, насколько он отличается от школы. Ну, прикол в том, что один такой навык обучаемости, на самом деле, он открывает огромное количество дорог по жизни. У меня, например, сколько раз было, я ввязывался в какие-то темы, в каких понятия не имел, что делать, особенно еще, когда работал промышленным альпинистом, и мы там, типа, вписываемся в какие-нибудь вешать эти воздуховоды, например, нам говорят, вы вешали воздуховод, знаете, что делать? Мы такие, ну, как бы, да, типа, у нас там есть у кого посоветоваться, и потом сидишь дома, просто читаешь ГОСТы какие-то, смотришь там видосы, изучаешь всю эту тему, чтобы прийти и как бы не упасть в грязь лицом и что-то сделать потом. Я уж молчу о том, что можно пойти и в любой момент сменить собственную профессию, если ты умеешь учиться. А еще круче навык, такой следующий, наверное, по этапу над обучаемостью, это способность решать задачи. То есть, если ты умеешь не только обучаться, но еще и решать задачи, то вообще-то дать цены тебе не будет. Просто стоит задуматься о том, что если ты где-то работаешь на кого-то, то все, за что тебе платят, обычно это решение задачи бизнеса. Там сделать уборку, это может быть задачей бизнеса, да, и там настроить сервер, не знаю, развернуть какое-то приложение. Это тоже может быть задачей бизнеса. И людям в бизнесе обычно нужен человек, который способен решить задачу. И тем, кто это понимает, как бы гораздо проще живется и гораздо эффективнее работает и зарабатывается. Ну и резюмируя, Тут в моем хит-параде навыков под номером один будет заслуженно стоять навык постоянно учиться. То есть тоже стоит понимать, что надо не только уметь учиться, но надо постоянно чем-то интересоваться. Потому что ты никогда не знаешь, когда тебе придется поменять работу, еще что-то сделать. Но ты всегда можешь заранее начать чем-то интересоваться. Ну, жизнь элементарно становится интереснее, чем ты интересуешься. И вот когда ты это новое что-то узнаешь, ты развиваешься, видишь новые возможности. И вот постоянный такой процесс, он увеличивает твои шансы на то, чтобы быть более богатым, более самодостаточным. Если же вдруг вообще понятия не имеешь, что изучать, а вот прям вроде как захотелось, то начать можно с того, чтобы составить список вопросов, какие вообще есть в голове. Самые рандомные, все, что придет в голову. Нынче у нас интернет у каждого под рукой, в Гугле никто, наверное, не забанен. Или в Яндексе, да, кому что нравится, можно пойти и начать делать ресерчи по своим собственным вопросам. Я думаю, откроется целый мир после этого. Так что советую учиться-учиться и не отчаиваться, если не нравилось учиться в школе. Или если кажется, что не умеете учиться, а наоборот, идти и прокачивать этот навык. Говорят, Илон Маск, когда досматривает видео до конца, всегда ставит лайк и пишет какой-нибудь крутой комментарий, подбадривающий авторов. Так что будьте как Илон, обязательно. Черканите нам комментик и подпишитесь, не забудьте на канал. Спасибо, много денег достаточно. Переходите на Boosty, подписывайтесь. Самый базовый уровень подписки стоит, как чашка кофе. Поэтому не отказывайте себе в том, чтобы получать новые знания полезные и за вообще небольшие деньги. Сегодня мы в видео проскакали прям по самым верхам, возможно, немножко сумбурно. Но это скорее для того, чтобы была какая-то почва для начала, чтобы было о чем уже здесь прямо обсудить в комментариях. И заложить базу для следующих более глубоких видео, в которых будем прорабатывать каждый из моментиков, который здесь был упомянут, уже прям более в деталях. Если вдруг при просмотре видео вы вспоминали те навыки, которые в школе вам давали и насколько они оказались бесполезными, там, типа, что такое панье или зигота, welcome в комменты, напишите самое неприкольное знание, бесполезное, наверное, лучше знание, ладно, которое вам никогда в жизни не пригодилось, но вы его до сих пор помните. За интересные комменты будем раздавать подписки на наш Boosty подарок. Ну и стоит помнить, что независимо от того, чему нас научили в школе, жизнь, знаете, за дверями школы тоже не заканчивается. У нас люди любят себя там в 35 лет уже похоронить, а то и раньше кто-то, и считать, что все уже в жизни кончено, ничего не изменить, хотя это вообще далеко не так, и в любой момент времени можно начать меняться, познавать что-то новое, даже обучаться можно научиться. Так что мой здесь вывод из всего данного видео, дерзайте и тоже не останавливайтесь ни на чем, двигайтесь дальше. Нир он такой разнообразный, широкий, объемный, большой, что его можно бесконечно изучать. Да, финансовые знания это очень полезно, базу знать тоже полезно, и не надо останавливаться в своем стремлении познавать новое, поэтому вот прямо здесь на экране для вас наши рекомендации по следующим видосам. Кто не подписался, я не виноват, и увидимся.